Большинство людей не понимает, что мысль это волна. Каждая мысль это волна энергии. Мысль можно измерить. И если вы снова и снова возвращаетесь к одной и той же мысли, как у вас появятся машины или деньги, как вы создаете свою компанию, или как найдете родственную душу, представляя, как это будет, вы излучаете энергетические волны. Заодно с ними распространяется магнитный импульс, который к вам же соответствующий и притягивает. Представьте, что вы живете в изобилии, и вы привлечете к себе изобилие. Этот принцип срабатывает всегда. Он срабатывает каждый раз с каждым человеком. Проблема вот в чем. Большинство людей думает о вещах, которых не хотят, и не понимают, почему эти вещи снова и снова появляются в их жизни. Закон притяжения не различает, воспринимаете вы какую-то вещь хорошей или плохой, хотите вы ее или не хотите. Он срабатывает в ответ на ваши мысли. Если вы сидите, глядя на гору долговых квитанций, и вам тошно, именно этот сигнал вы и посылаете во Вселенную. Ой, мне так плохо из-за всех этих долгов. Вы сами себе это доказываете, и значит, дальше у вас будет еще больше подобных неприятностей. Закон притяжения очень послушен. Стоит задуматься о том, чего вы хотите, сконцентрировать на этом все свои мысли, и закон притяжения всякий раз даст вам то, что вы желаете. Сосредотачиваясь на том, чего вы не хотите. Я не хочу опоздать, я не хочу опоздать. Вы на самом деле способствуете тому, что именно это и осуществится. Закон притяжения не понимает, что вы этого не хотите, а значит, это будет происходить в вашей жизни снова и снова. Закон притяжения не отдает предпочтение понятию «я хочу» или «я не хочу». Он материализует то, о чем вы думаете. Закон притяжения всегда срабатывает. Верите вы, осознаете его или нет, он работает. Он срабатывает тогда, когда вы думаете. Стоит появиться каким-то мыслям в голове, вступает закон притяжения. Думаете во прошлом, настоящем или будущем, закон притяжения работает. И не остановишь этот процесс. Ни кнопкой паузы, ни кнопкой стоп. Он действует так же постоянно, как постоянно у вас появляются мысли. Процесс сотворения непрерывен. При появлении у человека мысли или во время долгих размышлений, он находится в процессе сотворения действительности. И его мысли во что-то материализуются. Закон притяжения гласит, мы дадим то, что скажете, и на чем сосредоточитесь. То есть, если вы думаете о негативе, вы создаете еще больше негатива. Это что? Я не стану это есть! Дайте! Если вы впервые об этом слышите, то возникает ощущение, о, нужно отслеживать свои мысли, это тяжело. Это так, но как раз в этот момент и начинается самое интересное. Отслеживать каждую мысль физически просто невозможно. За день у нас в голове рождается до 60 тысяч мыслей. Вы можете себе представить, как вы замучаетесь их контролировать? К счастью, есть куда проще в их. Наши чувства. Наши чувства подсказывают нам, о чем именно мы думаем. Мысли порождают наши эмоции. Эмоции? Эмоции – тот дар, который помогает понять, что именно мы к себе притягиваем. Подумайте о своих эмоциях. Эмоции бывают положительные, а бывают отрицательные. И вы прекрасно понимаете разницу, потому что в одном случае вы чувствуете себя хорошо, а в другом – плохо. Вы испытываете депрессию, вину, обиду, злость. Такие чувства уверенности не прибавляют. Это отрицательные эмоции. Если рассматривать то же явление на другом уровне, можно говорить о плохой энергетике или плохих флюидах. Называйте, как хотите. Оборотная сторона медали – положительные эмоции, хорошие чувства. И вы осознаете их присутствие, потому что вы хорошо себя чувствуете. Предвкушение, радость, признательность, любовь. Мы чувствуем это каждый день. Наслаждаясь приятными ощущениями, вы будете еще больше их к себе притягивать, так же, как и те вещи, которые эти приятные ощущения вызывают. Решение проблемы очевидно. Что я притягиваю? Как я себя чувствую? Мне хорошо? Прекрасно? Так держать? Наши чувства нам помогают понять, на правильном ли мы пути, не сбились ли мы с нужного курса. Когда вы хорошо себя чувствуете, вы творите свое будущее в соответствии с тем, чего вы желаете. Когда вам плохо, вы творите будущее в диссонансе со своими желаниями. Вы живете, и каждую секунду рядом с вами действует закон притяжения. Каждая наша мысль, каждое наше чувство играет роль в сотворении нашего будущего. Если вы взволнованы, если вы боитесь, дальше этих ощущений в вашей жизни будет только больше. Все ваши сегодняшние мысли и чувства играют роль в сотворении вашего будущего. Вы получаете то, что вызывает у вас эмоции, порой вопреки тому, о чем вы думаете. Достаточно, вставая с постели, ушибить палец, и весь день будет все валиться из рук. Далее в новостях. Новый коррупционный скандал в полиции. Весь день идет наперекосяк. Они даже не подозревают, что простая перенастройка эмоций может изменить весь день и даже жизнь. Если у вас удачно начинается утро, и вы не допустите, чтобы какие-либо обстоятельства вам испортили настроение, согласно закону притяжения, вы будете и дальше притягивать к себе новые ситуации, обстоятельства людей, которые станут способствовать поддержанию этого вашего ощущения счастья. Хорошие дни, плохие дни, богатые богатеют, нищие беднеют – все дело в преобладающих чувствах, которые эти люди испытывают. Почувствуйте себя здоровым человеком, просветающим человеком. Ощутите в себе окружающую вас любовь, даже если ее на самом деле нет. И вселенная перестроится под ту песню, которую вы себе поете. Вселенная совпадет с вашим внутренним настроением и материализуется в соответствии с вашим желанием. Своими мыслями и своими чувствами вы творите свою жизнь. И так будет всегда, я гарантирую. Вы притягиваете в свою жизнь то, на чем фокусируете свои мысли и эмоции, и неважно, хотите вы этого или нет. Трудно поверить, но последствия этого факта потрясают. Это означает только одно – что бы вы ни сделали в своей жизни силой мысли, все можно отыграть, изменив свое мышление. Двигаясь по дороге жизни, вы сами творите свою вселенную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...